И мы пригласили вновь образовавшееся молодежное объединение, литературное, которое называется «Калем», можно перевести как «Перо», и молодой человек, который является руководителем, автором людей, человеком-вдохновителем, который собрал для себя единомышленников, молодых начинающих поэтов, писателей. Мурат Микарнаев, я его хочу пригласить, познакомить с вами. Я попросила вам рассказать о том, как они видят в перспективе свою работу и почитать что-нибудь из своих. Здравствуйте. Сегодня для меня действительно это большой, значимый день, потому что я родился именно в Узбекистане, в городе Бухаре, а мои родители, они сами родом из Уфы. И моя бабушка, она очень любила читать мне стихи, рассказывала о различных писателях. Но в дальнейшем, когда мы переехали с родителями в Москву уже, как-то тяга после кончины моей бабушки к поэзии, она как-то немножко угасла. Но со временем у меня появился интерес к поэзии, к написанию, потому что я увидел, что происходит среди молодежи, среди моих сверстников. Ничего не оставалось духовного именно в школьные годы. И идея возникла создать писательский, творческий коллектив, как можно его назвать, да так, потому что очень много молодежи, которая пишет, очень много. Но именно прочесть свое творчество фактически не удается нигде. Либо говорят заплатить за аренду помещения, также говорят, что вы не состоите там где-то или у вас нету знакомых. А мы с ребятами, сегодня присутствует тоже вот Твейсан, выйди, пожалуйста. Она помогала мне вообще, именно была как часть, наверное, инициатора этого всего, потому что, если бы не она, она, знаете, она помогла именно в плане того, что она сказала, да, действительно, молодежи это нужно, потому что молодежи некуда идти, кроме клубов, кроме, опять же, кальянов и так далее. Вот. И у нас возникла идея вместе организовать этот писательский центр. Твейсан, можешь рассказать тоже, в принципе, о идее и как вообще тебе, почему это вот так все сложилось. Всем большое спасибо, очень приятно здесь находиться в такой душевной компании с знающими людьми, уважаемыми. Мы, вот, Мурат много уже сказал. Ребята хотят общаться, ну, хотят делиться своим творчеством и хотят получать поддержку, помощь. Возможно, расширяться. Она немножко... Ну, возможно, получить какое-то там замечание в том-то, ну, в определенном, в общем, получать критику и поддержку людей друг друга, делиться своим творчеством и... Вот, это вот вкратце. Сейчас хотелось бы прочитать свое произведение, которое называется «Друг или советник». Произведение на русском языке. К сожалению, с написанием на татарском у меня немножко туго, но я понимаю татарский язык. Скажи мне, ты мне друг или советник? Тишина. Так кто же ты мне? Друг или просто советник? Вновь тишина. Остановись. 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 Бытует мнение и легенда, что тишина может быть другом или же вовсе советником. Вновь тишина. Где-то там, вдали, мчатся стаи мыслей в голове у других. О чем же ты мечтаешь? Друг мой. Вновь. Пол пятого утра и тишина в комнате за окнами дождливо и пасмурно. Запомни. В мире, где бытует миллион легенд и мыслей, никогда не будет друзей. Мы, знаешь ли, да что ты знаешь о дружбе? Что ты знаешь о дружбе? Тишина, ответь мне! Каждый раз мы закрываем глаза перед сном, задумаемся над тем, что есть дружба, что есть добро, что ненависть, что в нас порождает зло. Так давайте будем чуточку добрее друг к другу, друзья. Это вот вкратце такое мое произведение. Спасибо. И хотелось бы пригласить сразу же всех на наш вечер поэтический, который будет, я думаю и надеюсь, при поддержке Татарского центра где-то в мае. И если у кого-то есть какие-то идеи именно в развитии писательского клуба, я с радостью готов принять ваши знания, вашу информацию, которой вы владеете. Ну и, конечно, мы будем рады сотрудничать с людьми, у которых больше знаний в этой сфере. Вот. И хотелось бы также отметить, что этот писательский клуб, он организован, да, при Татарском центре, но читать произведения участники данного клуба могут на различных языках, потому что поэзия это не знание своего языка. Поэзия это часть нашей души, которая скрывается в нас. И каждый именно пишет ее, свое творчество на том языке, который ему очень симпатизирует, потому что красиво то стихотворение, которое написано словами автору, в которое он влюблен. Вот. Спасибо, что вы все пришли сюда. Я надеюсь, что в дальнейшем мы все вновь увидимся, соберемся и, конечно же, ждем вас на нашем первом торжественном вечере. Всего доброго. нескольких вопросов может никого-то сколько? Фамилии как? Беканаев Мурат. Беканаев Мурат. Мурат Муратович. Кто по профессии? Жалко. По профессии я занимаюсь общественной деятельностью, общественно-политической деятельностью. По профессии, да, называете? Нет, я по образованию юрист, я по образованию юрист окончил юридическое. Помимо этого, я ходил в ТЮС Галины Именно-Жигановой, МХАТ, который находится в Сергиево-Посаде. Вот. У меня была очень большая мечта в детстве стать актером, но не получилось, не сложилось. Родители были против. И сейчас, наверное, создание вот этого писательского центра для меня является сдвигом в осуществлении какой-то маленькой своей мечты, чтобы радовать людей стихами начинающих поэтов. Вот. А профессия у меня, да, вы правильно сказали, политическая деятельность во мне, она присутствует, но в малой степени я занимался именно партийной деятельностью, это было где-то год-два, это молодежная палата, но в дальнейшем я начал заниматься юридической деятельностью. Сколько лет? 21. 21. Вот. Закончил юридическое. Да. Все. Спасибо. Рахмет, рахмет. Мурат, я чувствую, я чувствую, у него, у тебя крылья большие. Вдохновение тебе будет часто приходить, оставаясь таким, как есть. Мы пожелаем устьехов. Я хочу сказать пару слов только о кружке Муса Диалиля. Там были начинающие, даже школьные ученики, например, Абсалямов, который вырос из классика татарской литературы, он школьником еще был в то время. Туда же входил один из последствий джалилевцев, метростроевец, Ахмед Симаев, который вышел родом из Пензенской области, из соседнего Скучушево села. У него тоже в начале немножко стихи корявые были, но получили. Потом еще потом потом посмотрите, вот они собирались, друг к другу читали, писали, что написано, критиковали, недостатки, друг к другу учились. Начинание очень хорошее, пожелаем вам успеха. Потом в вашем успехе в Москве с 1924 года по 1934 год, когда уже образовался Союз писателей СФР, до этого 10 лет работала татарская секция, Московского Московской ассоциации пролетарских писателей. В этой ассоциации несколько лет с 1928 года несколько лет был Мусадь Алиль. Так что писательский коллектив здесь, в Москве татарский был крепкий. но некоторые более считавшиеся уже классиками сюда не вошли. Например, туда не вошел известный романист, в 1937 году его не стало, это Махмуд Галяу, внучатый, вернее, племянник Маржанин, Шихабуддин Маржанин. Вот он здесь творил, Махмуд Максуд здесь творил. Всю жизнь в Москве он оставался. Ахмед Файзи в Москве свое творчество. в общем здесь очень культурная литературная жизнь в Москве кипела. Тесть Ганеева, тесть Ганеева и Ахмед Герекей прекрасный я его не хочу говорить, потому что я его как поэта уважаю, но если он предателем назвал Мусуд Алиля, для меня он не существует. Вот чтобы вот и татарский учили желание такое.